Снег, слякоть, прям как у меня за окном. Я вас приветствую, дорогие друзья. С вами Попрежимур Римас. Мы продолжаем прохождение Ром 2 Total War из аспартанцев. Ну что ж, давайте повеселимся. Понятное дело, что мы тут их разобьем полностью. Тем более мы их отравили до этого. Акайский союз против нас. Они вторглись в нашу землю. И наша задача их разбить. Потом, после этого, мы уже продолжим свое наступление. Надеваем шлем и всем приятного просмотра. Я надеюсь, у вас чай, кофе, там, я не знаю, лимонад, кефир, молоко налито. И все готово. И у вас шлем надет. Мы продолжаем. Битва Афины. 421 год до нашей эры. Наши спартанские бойцы все еще живы. Дерутся. Бьются за свою свободу. За... Свою родину и так далее. Так, ну ладно, что ж. Погода у нас чисто. Можно, в принципе, подождать чуть-чуть. Посмотреть, как тут. Ага, темнее даже, да? Ну ладно, давайте продолжим. Я хотел просто, чтобы солнышко, все дела. Ну, у нас зима. Кстати, снега здесь нет. Как это было на карте компании. Очень странно. Обычно в таких погодных условиях все дело это по-другому показывается. Ну ладно. Так, наша конница. По старой технике, по старой тактике будем их обстреливать, а потом после вот этого будем их окружать. Обычно искусственный интеллект. Как он поступает? После обстрела он... Ну, когда видите, да, что мы его бесконечно обстреливаем, он уже выходит за пределы своих позиций. А именно за этого форта. Что ж, можно еще чуть-чуть ближе, да? А нет, хотя, в принципе, нормально. Чуть-чуть можно вот так вот чуть-чуть, да? Многие спрашивают, как я вот выбираю всех и вот одним кликом. Я вот, ребят, смотрите, как делаю. Я выбираю всех воинов, тех, которые хочу переместить. И просто левой кнопкой мыши, передвигая, зажимая, и вот видите, вот так вот можно делать. В принципе, здесь никаких, я думаю, проблем нет. Играю я в чистой игре, без каких-либо модов, улучшений и так далее. Мне кажется, ванильная игра довольно хорошая. И нет лагов. Ну, в принципе, сами видите, да? Тем более я записываю. И записываю в довольно хорошем качестве. 60 FPS для вашего же комфорта. Я думаю, нам следует сейчас разобраться, как обычно, с вышками. Поехали, давайте сразу с двух сторон. Можно, в принципе, начать. Вперед, ребята, поехали. Так, нас уже вышка обстреливает. Это очень плохо. Но у нас есть, смотрите, как жесткий, красивый обстрел. Один залп, 14%. Второй залп, 32%. Видите, как вот все по процентным соотношениям. Это дело выглядит красиво. Расстрелим, расстрелим. Уже почти 50%. Здесь у нас ребята чуть-чуть отстают. Ну, они чуть позже подошли. Здесь уже 64. 80. Ну все, последний залп. Все, ребят, назад. Все. А здесь у нас что получается? Назад. Ждем. 33, 35 урон. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Душу вашу всех мотал. Так. 52. 48, 50. Прекрасно. Ждем. Давайте посмотрим на бойцов. Как они, что они тут вообще? Вроде бы они, походу, уже подшатаны немного, да? Ну, понятное дело, что они сейчас все погибнут. За то, что вторглись в нашу священную землю. 88, 90. И... Тот самый кайфовый момент. Кстати, они... Они идут на наступление, да? Вражеская башня уничтожена. Так, вторая. Прекрасно. Все. Отправляем свою пехоту чуть-чуть вперед. Генерала позади. Чтобы он не попал под хороший массированный обстрел. Вражеский. Переводим на простой выстрел. Тем более, простой выстрел у нас очень хорош против... Простых бойцов. Вперед. Сейчас раскачаем своих лучников еще нормально. Пошла жарича. А давайте вот... Давайте-ка, ребята, вот сюда. Кстати, они пока-пока еще не выходят. Так, кто-кто-кто-кто нас обстреливает? А они пропали. Бум! Охерень. Последний лучник. Че-то не попадаем. Ну все, ладно. Давай тогда этих ребят. А может быть, давайте конницу расстреляем, а? Че-то они сегодня в этот раз... По-другому себя ведут. И очень странно. Конечно, мы слишком близко к ним подошли. И это очень опасно. Пошла жара. Офигенный обстрел. Все, пошло наступление. Можно, в принципе, сейчас назад отойти. Отправить своих бойцов вперед. К конницу. Как обычно, слева-справа, да? Уходим. Окружаем врагов. Со всех сторон. Пошла жарища. Ой, конница, конница пытается перехватить наших лучников. И мы их тут, тут как тут, да, перехватываем. Так, шо ж. Я думаю, пора уже свою конницу активировать. Вперед, ребята. Так, ладно, стоп. Всех лучников. На, лучников врага. Кстати, нашу конницу вражеский полководец перехватил. Вводим, вводим, вводим свою конницу. Вводим свою конницу. Вражеского полководца. Полководца обстреливаем. Вражеского полководца обстреливаем. Давайте, ребята, вперед, вперед. Вводим, вводим. Гоняем его туда-сюда и расстреливаем. Расстреливаем. Прекрасно. Прекрасно. Все, отлично. Идем, идем, идем на наступление. Так, вот этих вот, ребят, нам тоже надо сейчас обстрелять. Потому что мы сейчас за ними будем очень долго мотаться, как говорится. Все, круг замкнулся. Ребята, обстреливаем, обстреливаем, обстреливаем. Все, не стреляйте. Кстати, сейчас эта вышка будет по нам вести хороший обстрел, да? Так, все, уводим, уводим конницу. Ну, все, практически у нас нет никаких потерь. Это, это прекрасно. Добиваем остатки и наслаждаемся зрелищим. Толпняк просто жесткий. Виктори, 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 виктори. Вашу душу всех мотал. Всем дворуду сшатнули мы им, да, по ходу дела здесь. А птицы ждут, пока все не рассосутся, и они уже будут кушать падок. Как вы знаете, птицы уже заранее знают, да, что будет заварушка, и они ждут окончания битвы. После этого они уже начинают питаться. Нас было намного больше, чем врагов. 2623 бойцов против 583. 84 врага. Убия вовлютков. Прекрасно. Превосходная битва. Очень предсказуемая. Так как нас было намного больше, чем врага. Здесь у нас Эпир. Уже Карим захватил, как вы уже помните, да, в предыдущей серии. К сожалению, мы не успели этим делом заняться. Да, растущий союзник может быть нашим врагом когда-нибудь. Если у нас какие-то будут какие-то разногласия, да. Ну, я думаю, в принципе, ничего страшного. Командир, боец. Давайте посмотрим, кто это у нас такой. Лампрокол. Лампрокол, да. Лампрокол. Давайте его лампочкой будем называть. Кто он такой? С чем его едят? Он вроде бы из нашей семьи. Вот он, кстати, да. Влияние у него всего лишь 44. Да. Влияние нашей партии, к сожалению, не такое уж прям хорошее. 28 процентов. Поэтому давайте мы ему улучшим соответствующий навык. Боица рвения. Харизма. Вот харизма, она добавляет влияние к нашей партии. Отмечу. Еще раз подчеркнул. И чем больше у вас влияние, тем лучше. Но всегда старайтесь держать, как говорится, на плаву. 50 на 50. 65 на 45. Или там 45 на 65, да. Хитрость. Скорость. Передвижение всей легкой конницы. На сожжение культуры. Боевой дух всех отрядов. Атака ближе боя у всех копейщиков. Вот это вот дело возьмем. Так как у нас основной отряд состоит из спартанских гоплитов. Так, это у нас бездействующая армия. Нам надо как-то с ними решить. Кстати, у нас здесь большая проблема намечается. Персы подтягивать свои усы к нашим берегам. Это, конечно, очень плохо. И я не знаю, что здесь делать. Давайте мы, наверное, начнем нанимать дополнительный флот. Хотя смотрите, как у нас все плохо с экономикой. Тем более у нас зима. И зимой, как вы знаете, большие проблемы с пищей, с торговлей и так далее. Пожалуй, я, наверное, ее переманю. Если у нас это дело убеждение 5%. Это, конечно, лучше плохо. А ну-ка, это дело 20% принуждения. Цель повреждена, цель задержана. Ну-ка, давайте попробуем. Давай, красавица. Ну-ка, к сожалению, мы ее просто-напросто задержали. Ничего не сделали. Здесь давайте управление и сделаем. У нас неактивированных агентов, я так думаю, очень много. Так как мы в свое время многих переманили. Культура, насаждение, все это дело. Ну что ж. Сдаем ход. Вот у нас казна будет минус, ну не минус, плюс там 100 с чем-то, да? Многие говорили про наш флот. Вот в этой части карты, да? В этой области у нас флот вообще бездействующий тоже. И нам нужно это дело исправить. Элита, кстати, тут находится. Смотрите, если мы сейчас оттопим, да? Уберем этот свой флот, например, сюда, в эту сторону. Здесь у нас кедония. Мы не знаем, что у них на уме. И, скорее всего, они заметят то, что Пилос будет открытым. Если мы оттуда уберем свой флот, то, соответственно, они попытаются забрать штурмом данный город. И у них довольно хорошие... Кстати, давайте мы их разобьем. Такой ускоренный темп, не знаю, хорошая ли это идея или нет. Ну что ж, давайте, ладно, ускоренный темп, так и ускоренный темп. Все, сдаем ход. Такая битва, разогревающая, да, в начале нашей серии, добавляет больше интереса к данной игре. Хотя, до битвы всегда думаешь, блин, ну неохота в эту битву играть. Если вы согласны с моим мнением, то пишите комментарии. Всегда так бывает, даже с Первого Рима тоже, да, вроде бы, блин, опять битва, опять загрузка. Тем более в те времена, помните, машины-то не такие были скоростные, как сейчас у всех. У нас, у большинства, я имею в виду, у нас. И всегда была лень разыгрывать битву. А после того, как разыграешь битву, такое ощущение, что, блин, ну да, красиво была битва. И потом не жалеешь. Я надеюсь, в Атиле Total War это дело все будет намного быстрее грузиться. Хотя, во втором риме, после всех патчев, после всех оптимизаций, довольно быстрая игра загружается. И я доволен этим. Я отмечу, я играю в лицензионную игре, да, то есть, многие пишут, Вот, Римас, у тебя все быстро, почему у меня все это, вот я пиратку скачал. Ну, ребят, все, вы ответили на свой вопрос. Вы скачали пиратку. Я понимаю, есть некоторые пиратки, может быть, какие-то там, не знаю. Но я никогда пиратку в Рим не играл. В первую риме играл. Когда я купил этот диск, помню еще. Он пиратский был. Ну, тогда у нас в магазинах все это дело продавалось. Казна пуста, к сожалению. Казна пуста. Нам следует пережить еще пару ходов, я так понимаю, да. А началось вторжение. Акайский союз высаживает своих бойцов. И смотрим, что у них тут на уме. Кстати, они все подрепаны, побитые. Они нас грабят. Получина вот должность. Получина ранга. Прекрасно. Ну, они, в принципе, побитые, да? Что у нас изучилось, кстати? Я уже забыл. Население в гневе. Слушайте, у нас большие проблемы в фивах. Ну, очень большие проблемы. Надо как-то сделать это. Так, хитрость, избежание. Гражданское хозяйство. Блин, вот с этими ребятишками нам надо порышать. Только как? Ну, что ж, дорогие друзья. Что будем делать? Будем добивать этих ублюдков, да? Которые нас грабят. Давайте отведем свою армию сюда. Будем очищать свои земли от неприятелей. Ибо они грабят наше поселение. Конечно же, Афины, Фивы и все наши близлежащие города. И народы недовольны этим. Тем временем, нам нужно не забывать о том, что... Вот, сообщается порядком. Мы, кстати, комедии. Давайте изучим это дело. Девять ходов очень много. Я надеюсь, за эти девять ходов нас не шатнут. А то в Риме все бывает. Вроде бы все хорошо. Потом раз, и на матрас. И вас сливают. Что касаемо этого поселения. Забираем. Каримф. Ну, давайте разыграем битву. Я только что об этом вам рассказывал, да? Давайте разыграем. Битва Форсал. 421-го до нашей эры. Как говорится, пока молодой. Испытай все чувства, да? И ощущения. Ну, кроме, конечно, тех ощущений, которые вредят вам. Нужно пользоваться всеми. Возможности всеми, да? Чтобы разыгрывать битву. И чтобы это было красиво. Ибо кампания проходит. Как и жизнь наша проходит. Начать. Кстати, враг делает вылазку. Я-то хотел штурмовать... Штурмануть город. А не получилось. Так, я этих бойцов отправил вперед. Под номером один. Этих с правого фланга. Под номером два. Ну и, соответственно, лучников. Конится. Все, поехали. Давай, спартанцы вперед. Кстати, они заняли такую довольно интересную позицию для них, да? Возвышенность, все дела. Холмы. Это дело все влияет. Выигрываем два Total War. К ним подходят свежие силы. Тем более. Откуда? Нам пока неизвестно. Если даже нажать сюда, нам не покажет это дело. Многие говорят. Римас, ты слопок. Ты вот, тебя там показывают. Ты там можешь нажать. Ребят, ну вот, пожалуйста. Я нажимаю. Видите? Приблизиться к точке. Не показывает. Так как у нас реалистичный режим, да, стоит. Так что, ребятишки, кто слопок, еще надо еще подумать об этом. Так. Метатели дротиков, метатели дротиков, метатели дротиков. И гоплиты ополченцы. Бомжи, полные бомжи. Вот, думаю, наверное, уже вот так вот сделаем. Конец его увидим с правого фланга. Посмотрим, откуда же у них, скорее всего, отсюда. С этой стороны идут к ним подкрепления. Нам надо с ними быстренько сейчас разобраться. Если у них там, я так понимаю, у них там очень много лучников всяких. Если я не ошибаюсь. Метатели дротиков у них, кстати, хорошие, да? Ну, рейндж, дальность стрельбы, метание, вернее, нехорошее. 75, я так понимаю, да? Так, ребят, вы что тут встали? Ускоряем время. Нашу конницу пока никто не видит. Прекрасно. Куда-то они непонятно отступают. Так, рейтских лучников вперед. Кстати, их надо потом попозже уже будет распустить. Блин, они сейчас друг другу мешать будут. Вперед, ребят, чуть-чуть. Вот они, вот они, вот они, кстати, подкрепление подошло. Копейщик уже пошли по нашу душу, да? Расстрелим, расстрелим ублюдков. Смотрите как, мы просто тупо, просто-напросто не попадаем по ним, да? Нормально прям, как это хотелось, так как они свысока на нас смотрят, как говорится, да? С возвышенности нас обстреливают. Все, расстреляли первый отряд. Расстреливаем второй отряд. Уводим свою конницу в безопасное место. Пока что они нам не нужны. Хотя они нам нужны еще как. Ой, как прекрасно мы их расстреляли, друзья мои. Это просто жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это я понимаю, жесть. Охеренно? Это просто охеренно. Вася! Вася! Вася лайк тут заслуживает. Вася тут просто лайк заслуживает. Да, хорошо. Вот этих ублюдков разбираем. И отводим конницу сюда. На этот фланг. Давайте, ребят, давайте, давайте. Вас нахер. Жесть. Спать нахер. Давай, как говорится, до свидания. Так. Повыше пострелять-то, а? Ну все, ребят, не стреляйте. Стоп. Доводим сюда этих бойцов. Давайте, ребят, сюда, 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 сюда. Кавалерию назад, назад, кавалерию назад. И здесь мы начинаем. Вот это я понимаю, хардкорище, ой, хардкорище, зрелище вернее. Так, ну все, вроде бы мы всех окружили, почти, да? Кстати, наши спартанцы тут потихонечку переживают. Давайте мы расстреляем их сюда. Так, стоп, 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 стоп. Ребята, давай, стреляем, стреляем сюда. Стреляем, стреляем. Сейчас наши дрогнут, просто дрогнут. Ой, как они складываются, смотрите. Может было лучников сейчас сюда отвезти, прям с этой стороны, да? Давайте, давайте, сюда, сюда. Держитесь, держитесь, ребятишки. А где наш, где наш полководец? Сюда, сюда, быстро, быстро. Дрогнули, дрогнули. Боже мой, они дрогнули, они дрогнули. Так, наши спартанцы дрогнули. Здесь у них просто все плохо. Складывайтесь, быстренько, быстренько. Ой, как прекрасно. Как это прекрасно. Как это прекрасно. Так, наш военачальник уже подтянулся. К конецам. Мы, в принципе, не так уж прям хорошо поработали. К сожалению, в этой серии, но... Держитесь, ребятишки. Атакуем. Все, лучники не работаем. А то вы по своим попадаете. Назад. Отправляем. Вражеский военачальник убит. Да ладно. Так, быстро. Убираем ублюдков. Добиваем всех. Не оставляем никого. Вражеский военачальник убит. Ну все, прекрасно. Так, кто-то там еще стреляет. Ребята, ребята, стоп. Не стреляйте, не стреляйте. Назад, 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 назад. Не надо стрелять. Так, ладно, все, завершаем битву. Решительная победа. У нас полностью один отряд вышел из строя, к сожалению. А, нет, подождите. Вот эти вот ребята убежали. Я-то думал, спартанские... Спартанцы-то убежали. Нет, оказывается, не спартанцы, а эти ребята. Все. Забрали мы город Фарсал. Битва была довольно интересная. Забираем, оккупируем. Экспансионская политика, конечно, приведет не к хорошим результатам. Я имею в виду в плане дипломатии. Так как, чем больше мы захватываем новые города, земли, поселения и так далее, тем хуже к нам будут относиться наши нынешние союзники. Так, экспансионизм. Смотрите, минус 15, другой минус 2. Общее минус 17. Это у нас негативные эффекты. Но зато общий уровень отношения плюс 464. В общем, все факты, смотрите, то, все факторы, которые влияют на наши взаимоотношения, у вас на экранах показываются. Так, зиму нам надо быстренько пережить. Блин, ну вот не знаю, минус... Да-да-да, кстати, я забыл про наемников. Это очень-очень важный вопрос. Разбираем это дело все. Уже минус 4583. Кстати, у нас еще где-то были наемники. Давайте посмотрим. Войска, 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 войска. Так, у нас здесь флот неактивный. Да, неактивный, к сожалению. У нас здесь флот, к этому флоту мы еще с вами вернемся. Что у нас здесь получается? Здесь у нас... А, ионский... Ионийский союз, прошу прощения. Так, вроде бы у нас пока наемников нигде нет. Ну, смотрите, какие ребята прокачаны. У них щиты просто-напросто жесткие, быстрые. Вот они, ребята. Вот она, Элида. Кстати, город Элиду. Как я ее хочу захватить, вы не представляете. Но у нас некем штурмовать это поселение. Давайте мы тогда разыграем с вами автобой. Ибо, блин, ну нереально, нереально, нереально. Я понимаю, возможно, мы и выиграем. Потому что у них, смотрите, как мы их траванули просто жесть. Автобой. Автобой в этом деле зарышает. И распустим своих наемников. После этого столицу Элиду мы забрали, друзья мои. Мы ее забрали, мы ее можем покорить. Либо можем оккупировать. Элиду покорить, либо оккупировать. Ребята, покорить или оккупировать? Пишите в комментарии, что мы будем делать. Либо покорить, либо оккупировать. Сколько раз я уже могу повторять. Не знаю. Я склонен к тому, чтобы мы захватили это поселение. Ну что ж, я жду ваших комментариев. С вами был Римус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео прохождение. Всем нам, всем нам и вам хороших побед. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok